МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Свой патруль. Хроника происшествий». В студии Тимур Злевко и сегодня в выпуске. Апартаменты за чек. В Благовещенске полицейские ликвидировали наркопритон. Дело передано в суд. Тренер по пауэрлифтингу может получить срок за контрабанду анаболиков. На Украинке простились с погибшим в авиакатастрофе штурманом. Его тело отправят на родину. В областном центре Приамурья наркополицейские ликвидировали притон в одной из квартир многоэтажного дома на улице Партизанской. Информация о нем поступила на телефон доверия наркоконтроля от жильцов, которые устали от постоянного запаха ацетона в подъезде. Организатор наркопритона – 35-летний благовещенец. Более 10 лет употребляет наркотики опийной группы. Ранее он уже был трижды судим за содержание притона. Выйдя на свободу по УДО, вновь принялся за старое. По оперативной информации, его квартиру систематически посещали порядка пяти наркозависимых постояльцев. Они приносили все необходимые ингредиенты для изготовления наркотика. А хозяин квартиры за предоставленное помещение получал свою дозу. Когда сотрудники наркоконтроля зашли в квартиру, хозяин и его гость уже находились под действием наркотика, что позднее подтвердило проведенное медицинское освидетельствование. На столе лежали использованные шприцы, пустые упаковки из-под семян мака, бутылки растворителя, а также посуда со следами изготовления наркотических средств. Сам мужчина от употребления опийных наркотиков еле передвигается. Организатору наркопритона грозит реальное лишение свободы сроком до 4 лет. Сбор доказательств по еще одному уголовному делу, связанному с незаконным оборотом сильно действующих веществ, завершили в отношении тренера по пауэрлифтингу. Спортсмена обвиняют в контрабанде анаболиков. Для наращивания мышечной массы тренер закупал через интернет в Белоруссии запрещенные препараты. Молодой человек с 16 лет увлекается силовым видом спорта, работает тренером-инструктором в известном в городе спортивном комплексе. Зная, что на территории Российской Федерации анаболические препараты запрещены и в свободном доступе их не найти, он для улучшения спортивных достижений заказал нужные ему препараты из Республики Беларусь через интернет. Все международные почтовые отправления приходили на его имя. За 4 месяца текущего года он заказал препараты для наращивания мышечной массы на общую сумму более 60 тысяч рублей. При получении последней посылки спортсмен был задержан наркополицейскими и сотрудниками благовещенской таможни. В его квартире также были обнаружены анаболические стероиды, чеки, подтверждающие оплату, а также тетрадь с названием препаратов для наращивания мышечной массы. В изъятых таблетках и ампулах эксперты наркоконтроля обнаружили запрещенные сильнодействующие вещества. Молодой человек полностью признал свою вину. За незаконное перемещение сильнодействующих веществ через государственную границу Российской Федерации ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Тело погибшего во время авиакатастрофы на аэродроме Украинка в Амурской области штурмана доставят на родину. Алексея Федосеева похоронят в Краснодарском крае. Сегодня утром в гарнизоне прошло прощание со служивцем. Как мы сообщали ранее, трагедия произошла 8 июня. Стратегический бомбардировщик Ту-95 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Один из членов экипажа, второй штурман Алексей Федосеев погиб. Известно, что он житель Белогорска. В ближайшие дни его похоронят на его родине в Краснодарском крае. У Алексея Федосеева остались жена и трое детей. Друзья и сослуживцы собирают для них финансовую помощь. Администрация Серышевского района также обещала помощь пострадавшим в аварии. Накануне в ожоговый центр Минобороны РФ в Санкт-Петербург отправили командира борта, который получил серьезные ожоги. Угрозы жизни и здоровью остальных членов экипажа нет. Военные следователи сейчас выясняют обстоятельства случившегося. Устанавливают причастных к трагедии лиц. Официальную информацию обещали дать после окончания проверки. Она может продлиться около месяца. По предварительной информации, авария могла произойти из-за возгорания двигателя. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Выпуски нашей программы вы можете посмотреть на портале asn24.ru. И помните, что осторожность никогда не бывает излишней. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok